Обозначен предел скидок на квартиры в Москве. Квартира-дом. 15-10, 12 июня 2019 года. Обозначен предел скидок на квартиры в Москве. Фото, Эмин Джафаров, коммерсант. В 2019 году покупатели недорогих вторичных квартир в Москве могут рассчитывать на дисконт в размере от 2 до 5% от заявленной стоимости объекта не больше. Об этом говорится в материалах агентства НДВ Супермаркет недвижимости, поступивших в редакцию ленты.ру. Если продавец готов торговаться на более внушительную сумму, то, скорее всего, квартира была изначально выставлена по завышенной цене или имеет какие-то существенные недостатки, например, расположена на крайних этажах, окна выходят на козырек подъезда или на оживленную улицу, либо подъезд обладает неприятными запахами из-за мусоропровода и т.д., поясняется в предоставленных материалах. При этом, как отмечают риелторы, квартиры в плохом состоянии, даже предлагаемые по сниженным ценам, клиентов не привлекают. Дело в том, что львиная доля сделок проходит с привлечением ипотечных средств и новые собственники торопятся заселиться в приобретаемое жилье в короткие сроки. С другой стороны, многих пугает сам процесс ремонта, поэтому в большинстве случаев выбор падает на квартиры, пригодные для проживания, подчеркивают специалисты. По их данным, на сегодняшний день средняя стоимость квадратного метра вторички в Москве составляет 235 тысяч рублей. В кирпичных домах метр стоит 251 тысячу, в панельных – 181 тысячу рублей. Пока интерес покупателей к квартирам на вторичном рынке сохраняется, утверждают риелторы. Безусловно, майские праздники и начавшийся период отпусков привели к снижению числа сделок на 10%, но это понятная и традиционная тенденция. Более того, если ипотечные ставки в дальнейшем достигнут 8-9%, как предлагает государство, количество сделок значительно увеличится на рынок вернутся те клиенты, которые отложили свои планы в результате роста ставок по ипотеке. Ранее, в мае текущего года, стало известно, что не менее 12% вторичных квартир в Москве имеют юридические изъяны. По статистике риелторов, самой распространенной проблемой со вторичкой остаются несогласованные перепланировки. На втором месте нарушение прав несовершеннолетних собственников. Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись. Обратная связь с отделом DOM. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новости или идея для материала, напишите на этот адрес. DOM.ЛЕНТО от РАМБЛА.РУ